Вначале Бог Сотворение в 21 веке Добро пожаловать на программу «Сотворение в 21 веке». И я, Карл Бо, ведущий сегодняшней программы. Я являюсь основателем и директором Техасского музея, целью которого является доказательство Божьего творения нашей Вселенной. Я решил необычно назвать нашу сегодняшнюю программу. И чем дальше мы будем раскрывать нашу тематику, тем более для вас станет очевидней необычность названия программы. Итак, название нашей программы звучит следующим образом. Постойте, это ведь было быстро. Сейчас мы будем размышлять с вами о теории, которые нацелены доказать, что процесс творения нашей Вселенной из Земли занимает очень продолжительный период. Но мы-то знаем, что благодаря академическим знаниям и научным исследованиям и экспериментам процесс зарождения жизни на Земле занимает не такое продолжительное время. Итак, как обычно заведено в нашей программе, я начну с вопроса. Он был написан и отправлен нам по электронной почте, и, как я думаю, заслуживает нашего ответа. Вопрос был адресован доктору Чарльзу Джексону. Вопрос адресует некий Захария, и вот его содержание. Если возраст Луны достаточно молодой, как утверждают креационисты, то каким образом на ней существуют многочисленные кратеры? Это очень интересный вопрос, и он заслуживает ответа. Предлагаю вам иллюстрацию, на которой спроектировано строение нашей Земли, ее внутренняя структура. Ее ядро выглядело на 10% меньше до того момента, пока не случился всемирный потоп. У нас есть макет первозданной Луны. Если мы посмотрим на эти макеты и их расположение, то мы сможем ответить на вопрос, что же случилось с Луной на самом деле. В своем первозданном виде на Луне не было никаких черных пятен или кратеров. Большинство лунных кратеров появились вследствие удара метеоритов, поэтому на сегодняшний день она выглядит по-другому. Тем не менее, анорцит, порода, из которой сделан лунный камень, покрывающий поверхность Луны, создан очень необычным и интересным образом, и такой его структура была изначально. У анорцита существует удивительная способность принимать радиоактивный солнечный свет, преобразовывать его и отражать. Благодаря этому преобразованию, разрушение структуры клеточного ДНК останавливается. Таким образом, Бог изначально задумал эту преобразовывающую структуру творения для человеческого блага. Если бы человек не согрешил, то он имел бы возможность жить вечно. Но после грехопадения всемирного потопа мы потеряли эту прекрасную возможность. Но каким же образом появились лунные кратеры? Доктор Джексон гораздо лучше меня сможет ответить на этот вопрос, поэтому я просто процитирую то, что он ответил Захарии. Он говорит, что лунные кратеры являются сокрушительным событием для сторонников эволюционной теории. Вы этого не сможете прочитать в статьях, вы не услышите этого в выпусках новостей. Однако эта тема заслуживает особого внимания, чтобы дать на нее ответ. Поэтому Захария задал очень хороший вопрос. Джексон говорит далее. Это является сокрушительным аргументом против эволюционистов, но не для нас. Мы соглашаемся с эволюционистами в том, что однажды луна была атакована метеоритами, и это событие произошло гораздо быстрее, чем происходит сейчас. Мы утверждаем, что это произошло 4357 лет после всемирного потопа. И я соглашаюсь с доктором Джексоном по этому поводу. Возможно, более сотни столкновений метеоритов. Как это произошло? Подумать только, более сотни столкновений. Но позвольте мне на минутку прервать доктора Джексона и добавить немного деталей. Сказано, что во времена потопа отверзлись подземные источники вод, и она фонтанами стала прорываться на поверхность земли. Наряду с этим отверзлись и небесные источники вод и пролились на землю в виде дождя, который шел 40 дней и 40 ночей. И из-за этого источники вод покрыли всю земную поверхность. В 45-м псалме 7-м стихе сказано так. «Вошумели народы, двинулись царство. Всевышний дал свой глаз, и растаялась земля». Вся энергия и сила исходят от Божьего глаза, потому что все элементы Вселенной и нашей земли созданы им. И таким образом Господь провозгласил и навел великий потоп на всю землю, и земля растаяла. Внутренняя земная структура в буквальном смысле расплавилась, и именно это породило невероятные реакции, благодаря которым большие массы воды под давлением поднимались сверх над поверхностью Земли в атмосферный фронт со скоростью 120 тысяч километров в час, неся с собой многие земные элементы. Поэтому некоторые лунные кратеры протяженностью 362 тысячи километров появились за счет этого. Но это еще не все. Произошло еще одно событие, которое также повлияло на появление лунных кратеров. Захария и наша аудитория просто обязаны это услышать. Скорость света, световой радиации, 300 тысяч метров в секунду. Это очень большая скорость. Вспоминаем, что название нашей программы все произошло очень быстро. Световая радиация доходит от Солнца до нашей Земли всего за 8 минут. Такова скорость света и всех элементов, которые он доносит до нас. Изначально в нашей Солнечной системе было 10 планет. Откуда мы это знаем? Астрономы выяснили, что от Солнца каждая следующая планета располагается на двойное расстояние от предыдущей. Меркурий, Венера, Юпитер, Марс. Но между Марсом и Юпитером расстояние намного больше, чем между другими планетами. Остался всего лишь один астероид. Это дает нам возможность предположить, что между Марсом и Юпитером была когда-то еще одна десятая планета. И тогда точное расстояние между всеми планетами было соблюдено. Каким образом эта планета была уничтожена? В 76-м псалме, в 18-м стихе, говорится, что во времена потопа слышались ужасные звуки или взрывы. Эти звуки произвели метеориты, которые были вызваны взрывом этой планеты и принеся с собой огромные радиоактивные волны. Итак, повторюсь еще раз, что солнечный свет и его радиация достигает нашей Земли всего за 8 минут. Это очень большая скорость, с которой свет доходит от Солнца до Земли. И это взорвавшаяся десятая планета — Фаэтон, находящаяся между Юпитером и Марсом. Она произвела радиацию такой силы, что это породило возникновение огромного количества воды на Земле. Иначе откуда появилось такое большое количество воды? Она не могла появиться сама по себе. Итак, подытожив, мы можем смело заявить, что лунные кратеры появились путем метеоритов от взорвавшейся десятой планеты, Фаэтон, и невероятных реакций, происходивших на Земле из-за взорвавшейся планеты. Доктор Джексон, и я с ним согласен, утверждает, что сотни метеоритов каждый день сталкивались с Луной. Эволюционисты считают, что этот процесс занял буквально миллионы лет, может быть, сотни миллионов лет, но это не соответствует действительности. От одного такого столкновения на Луне возник самый большой и глубокий кратер. От этого столкновения лава, которая также существует на Луне, стала покрывать поверхность этого кратера и даже выходить за его пределы, создавая на белой Луне темные пятна. Темные поля, если быть точнее. На нашей иллюстрации это очень хорошо видно, но внутри этого огромного кратера существуют сотни более мелких кратеров, которые именуются призраками. Они образовывались путем попадания других метеоритов. Это возможно объяснить лишь следующим образом. Метеориты с определенной периодичностью сталкивались с Луной, и этот процесс занимал немного времени. Совсем немного. Все происходило достаточно быстро и периодично, и все произошло сравнительно недавно. Позвольте теперь мне удивить вас. Все, что вы услышите сегодня, должно произвести некоторые изменения в вашем сознании. Теперь, после того, как мы рассмотрели расстояние от Земли до Луны, рассмотрели эти темные пятна и то, как они образовались, я хочу перевести вас к несколько иной теме. Давайте посмотрим с вами на алмазы. Женщины их очень любят, хотя и мужчинам они тоже очень нравятся. В алмазах содержится элемент, знакомый нам, из периодической системы Менделеева. Это карбон-14. Об этом мы сейчас и будем рассуждать. Эволюционисты утверждают, что карбон-14 теряет половину своей массы через 5730 лет. Или, говоря научным языком, он теряет половину своей массы через 7 ступеней полураспада. Это является очень важной информацией. Все радиоактивные элементы теряют половину своей массы, проходя через 7 ступеней полураспада. То есть ценность их уже теряется. Чтобы разложился весь карбон-14, необходимо от 60 до 80 тысяч лет. Но, согласно эволюционной теории, первые земные породы, а вместе с ними и алмазы, появились от 350 миллионов лет тому назад. Для этого требовалось большое давление и тепло. Таким образом, путем давления и тепла появились оригинальные алмазы, которые, конечно, уступают своей красотой заводским алмазам после определенной отделки. Итак, согласно эволюционистам, алмазы возникли 3,5 миллиарда лет тому назад. Но это крайняя точка отсчета, которую они дают. Хотя, подождите, Существует определенная несогласованность в их размышлениях. Институт креационных исследований в сотрудничестве со многими светскими исследовательскими лабораториями ведущих университетов проводили эксперименты над алмазами. Они собрали замечательные алмазы, размельчили и спрессовали их, чтобы изучить элемент карбон-14. К великому удивлению ученых оказалось, что каждый из размельченных алмазов в своей структуре содержит элемент карбон-14. Таким образом, этим алмазам не 350 миллионов лет, а тем более не 3,5 миллиарда лет. Они возникли несколько тысяч лет назад. Они возникли очень быстро. Все это подтверждает теорию творения и противоречит эволюционистам. Давайте теперь посмотрим на Библию эволюционной теории. Их Библия — это генеалогическая картина представления нашего мира. Об этом вы можете прочитать в книгах, распространенных по всему миру. Но теперь ученые начинают переосмысливать эту картину. Они не принимают теперь все за чистую монету и не рассматривают историю по периодам. Они стараются проверить все научным и экспериментальным методом, чтобы увидеть некоторые повторяющиеся периодические действия, и чтобы это было наглядно и очевидно. Современный научный метод таков. Возникает гипотеза. Ее проверяют путем многих экспериментов. Затем наблюдают за результатом, а уже после этого ученые делают определенные выводы. Современные ученые не отталкиваются уже от эволюционной картины возникновения мира. Они даже не берут во внимание теорию креационизма. Для них важны факты, основанные на сугубо научных экспериментах. Ведь даже в Писании, в первом послании Тимофею, сказано, «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания». Павел предупреждает Тимофея отвращаться ложного учения. Он не говорит отвращаться учения как такового. Мой внук, например, построил свою карьеру, будучи ученым-человеком. Моя дочь полностью посвящена науке и работает ведущим университете, которому принадлежат 18 Нобелевских премий. Ученые люди очень нужны. Они совершают важные открытия. Дорогая наша аудитория, вы должны знать, что наша программа также отталкивается сугубо от научных изысканий, независимо от того, какому крылу научных теорий мы принадлежим, эволюционному или креационистскому. Итак, вернемся к Библии эволюционистов. По их теории, первая жизнь на Земле зародилась 4 миллиарда лет тому назад. Они делят историю на Палеозойскую, Мезозойскую и Синозойскую эры. Это очень большой промежуток времени. Первый человек, по их мнению, появился 650 миллионов лет тому назад. Давайте посмотрим на то, так ли это на самом деле. Однажды на факультете профессора Джона Хефнера, который неоднократно принимал участие в нашей программе, был произведен один весьма интересный эксперимент. Джон Хефнер взял две емкости. Одну емкость он наполнил водой, песком, гравием, грунтовой почвой. Другую емкость он наполнил таким же содержанием. Затем он оставил их на Солнце на некоторое время. Буквально через два часа в сосудах он заметил образовавшиеся разделяющие слои. В точно такой же последовательности данные слои образовывают структуру земной поверхности. Более того, это не заняло миллионы лет. Потребовалось всего лишь некоторое время. Данный эксперимент можно повторять снова и снова. Все произошло довольно быстро. Рассмотрим еще один пример. Эволюционисты утверждают, что на формирование структуры угля потребовалось более 200 миллионов лет. Но в Институте креационизма был проведен эксперимент по созданию угля. Был взят отдельный цилиндр, на дно которого поместили органические материалы. Перья и когти курицы, любые органические элементы. Затем добавили воды, а между водой и органическими материалами добавили немного клея в качестве катализатора. Затем поместили этот цилиндр под давление и стали его подогревать. И буквально через час у нас в цилиндре образовался уголь. Итак, на формирование угля навряд ли потребовалось более 200 миллионов лет. В тех климатических условиях, которые образовались во время потопа, уголь образовался очень быстро. Эволюционисты утверждают, что на формирование нефти потребовались десятки миллионов лет. Однако в штате Миссури существует огромнейший нефтеперерабатывающий завод. На данном заводе научились добывать нефть путем химической реакции, как это было показано с возникновением угля. В качестве органических элементов выступают индюки, головы, крылья, кожа, перья, когти, некоторые внутренние органы и так далее. Все это бросается в огромный цилиндр, и путем химической реакции с добавлением определенных реактивов ежедневно они наполняют три огромных грузовика нефтью, которая может использоваться в качестве топлива для автомобилей. И этот процесс не занимает десятков миллионов лет. Все происходит достаточно быстро, господа. Все, что я желаю донести до вас, так это то, что теория творения реальна. Итак, теперь еще один сюрприз для вас. Все женщины любят розы. Мужчины тоже могут любить розы. Бог любит розы. Существует огромное разнообразие этих прекрасных цветов, которые возникли оригинальным путем или путем селекции, но все они состоят из одного свойства органических материалов, в сочетании с которыми появляется все многообразие благоухающих запахов. Мы можем повлиять на выведение нового вида роз, но не можем изменить генетическую структуру этого цветка. У меня в руках находится роза, очень красивая, как вы успели заметить. Цвет, конечно, уже опал, полностью исчез, то есть она завязала, покрылась минералами, одним словом, окаменела. Но как же это произошло? Сколько времени потребовалось на это? Хм, всего две недели, и мы получили данный органический материал. В Республике Чехия находится один колодец, который, как вы заметили, покрылся определенными органическими минералами. Он полностью наполнен минералами и водой. Несколько лет назад в присутствии публики в этот источник опустили розу и буквально через две недели достали ее и показали этой же аудитории. Вот что произошло с этой розой. Я очень рад, что она досталась мне. Профессор Хефнер передал мне ее. Не потребовались миллионы лет для того, чтобы эта роза окаменела. Не потребовалось даже тысячи лет на это. Даже года или месяца, всего две недели. Эта роза полностью окаменела путем быстрого процесса. это произошло очень и очень быстро. Позвольте мне поделиться с вами еще одной информацией. Вы, слышали когда-нибудь о динозаврах. На сегодняшний день ведутся раскопки 16 различных динозавров. Кости, лежащие передо мной, взяты из штата Колорадо. При раскопках динозавров мы обнаружили одну уникальную особенность. Почти все кости определенных динозавров доступны для раскопок, а также почти все они покрыты органическими материалами, но не разрушены. И заметьте, этим костям не миллионы лет. Вот эта кость взята из определенного места раскопки, где были изъяты кости других, 14 динозавров. Все кости доставлены и собраны воедино. Сейчас я покажу вам голову динозавра. Вот она. Она была взята из Оклахомы. Как вы понимаете, все фрагменты динозавра очень сложно было доставить сюда. Эта голова принадлежит акрокантазавру. Отметься для себя, что акрокантазавр отличался умом и сообразительностью от других динозавров. Умнее даже тираннозавра. Мы раскопали его недалеко от реки Палакси, которая протекает в штате Техас. Когда мы нашли останки акрокантазавра, то все его кости были вдавлены в землю, но были совершенно доступны для изъятия. Это произошло быстро. Еще одна интересная особенность обнаружилась при раскопках этого динозавра в Техасе, в которых я также принимал участие. Фрагменты этого одного динозавра располагались на разных слоях. Часть фрагментов располагалась на одном земном слое, а другую часть фрагментов мы нашли чуть выше. Но этот верхний слой не образовывался миллионы лет. На это потребовались часы. Позвольте продемонстрировать вам нечто. Я недавно прочитал статью в одном журнале. Автором статьи является палеонтолог Берлинского университета доктор Дирк Фьюс. Он обнаружил останки осьминога. Эволюционисты считают, что этим останкам 25 миллионов лет. Так вот, доктор Дирк Фьюс обнаружил на таком же слой, на котором были сделаны наши открытия с динозаврами. Но доктор Дирк заметил, что в останках осьминога отчетливо видны остатки чернил, используемых осьминогом. Далее отчетливо прослеживаются строения щупальцев и каналов, через которые циркулировал кислород. В общем, его строение в точности соответствует строению современного осьминога. Доктор Дирк путем экспериментальных анализов пришел к выводу, что потребовалось не более двух недель для образования подобной окаменелости. А кости не найдены потому, что осьминог состоит исключительно из белковых образований и мышц. Данный осьминог погиб очень быстро, потому что даже сегодня нам доступны для исследования элементы его структуры. Это произошло быстро. Позвольте мне теперь поговорить о самом важном. Это даже важнее того, о чем сегодня мы с вами размышляли. Возможно, вы уже прожили достаточно долгую жизнь и много чего повидали и услышали, но до сих пор не нашли покоя в вашей душе и не примирились с вашим Творцом, хотя Творец всегда желает дать вам мир. В Евангелии от Иоанна сказано, что пришел истинный свет, который освещает каждого человека, приходящего в мир. Не желаете ли вы помолиться со мной? Произнесите эту молитву от чистого сердца. Дорогой Бог, я благодарю тебя за Иисуса, который умер за мои грехи, который восстал из могилы и ожил, чтобы спасти меня. Я прошу тебя, Иисус, чтобы прямо сейчас ты вошел в мою жизнь и спас меня. Прямо сейчас я открываю тебе двери своего сердца. Войди в мою жизнь и спаси меня. Я буду служить тебе от всего сердца. Мой друг, поверь, процесс спасения не занимает длительного промежутка времени. Это происходит в одно мгновение. Если вы помолились этой молитвой, вы уже спасены. это произошло довольно-таки быстро. Данная программа «Сотворение в 21 веке» выходит при поддержке широковещательной сети Тринити, и только лишь благодаря вашей спонсорской поддержке эта программа выходила в течение этого года. Пишите нам на адрес, который вы видите на экране.